Перечисляю деньги с TransferGo лично и очень рекомендую вам главный офис Великобритании. Быстро, безопасно, надежно. Смешная комиссия. Внимание, теперь первый перевод по ссылке не просто абсолютно бесплатный. Вы получите 10 английских фунтов на свой банковский счет. Всем привет, ребят. Сегодня я вам покажу обзор супер классной машинки Volvo. В документах эта машина 2018 года, но куплена она в 2017. Здесь в Северной Америке. Это норма. Когда машина как бы выходит в этом году, вы покупаете, она уже следующего будет по документам. Итак, вот она. Вот она. Давайте поглядим на нее. Я думаю, с виду очень многие уже видели такую машину. Но я вам покажу. Изнутри, снаружи. Это просто квартира на колесах. Вот так мы здесь имеем, ребят, вот такие фары. Огромные фары. У нас здесь LED. LED свет. Также у нас здесь противотуманки. Такой ближний и дальний свет, а такой классный LED свет. Огромные зеркала, что можно сказать, очень и очень удобно. Такие вот зеркала здесь накапотные. Классные аэродинамические юбки. Закрыто все. Очень и очень машина выглядит нарядно. Экстерьер новой Вольвы. Конечно же, поинтереснее передок. Вы видели, да? Который 2019 года. Но это очень тоже классно. Давайте заглянем под капот. Чтобы заглянуть под капот, нам нужно, как в легковой, под рулевой колонкой, потянуть вот такой рычажок. Капот открывается после того, как мы убрали бампер. Капот открывается очень и очень легко. Для тех, кому интересно всегда, что под капотом, эта часть для вас. Ну что, пойдемте посмотрим середину. Поверьте, там гораздо, гораздо интереснее. Я поездил на европейских машинах, я поездил на американских машинах, на разных, но на такой машине я не ездил никогда. Это революция в автомобилях. Сделаю вам тур. Я сейчас, когда был дождь, и вообще я принял решение заходить с правой двери, поскольку в таком случае у меня остается абсолютно чистая машина. Я вам сейчас покажу. Добро пожаловать в квартиру на колесах. Поднимаемся по ступенькам и сразу же видим, здесь у нас грязный коврик. Но он не то, чтобы грязный, но он не чистый, да? Это, ребят, наш коридор. Заходим в коридор. Здесь я разбываюсь. Заходим в прихожую. Сейчас вы все увидите. Заходим в прихожую. Вот она здесь. И сразу же видим слева мой рабочий кабинет. В этом кабинете я работаю весь день. Вечером пойду отдыхать. Все, вам сейчас дойдем туда, покажу. Немножечко хочу пробежаться по этой самой Вольве, показать вам, что да и как. Здесь у меня есть еще кое-что. Она у меня была и во всех траках, где я работал. Но здесь она у меня просто шикарная. Она у меня супер классная. Мы с ней понимаем с полуслова друг друга. Я ей практически не помогаю. Она все делает сама. Она реально очень умная. И это относится к безусловным плюсам этой машины. Ребят, это она. Это коробка передач IS-Shift 12-ступенчатая. Это умнейшая коробка. С ней ездить одно удовольствие. С этой стороны. Когда вы сидите, очень удобно держаться за ней. Если вам нужно, вы переключаете передачу, если вам нужно. Это эконом или пауэр. Вы либо экономите топ, либо нажимаете пауэр, она начинает переключаться, как для максимальной динамики. Очень и очень. Расположение удобно, держаться удобно. Но самое преимущество, она очень реально умная. Вот такое у нас рулевое колесо. Очень легко крутится. Кто смотрел мои видео и видел Kenworth панель, например, то понимает, что здесь все в датчиках гораздо красивее. Это более такая европейка. И поэтому здесь красоты такой по факту нет. Здесь просто не совсем мне нравится панель. Но здесь есть бортовой компьютер, который показывает нам все, что нам нужно. Давайте заведем. Вы послушайте, насколько это тихая машина. Здесь, кстати, очень прикольно. Я слышу сейчас шум появился сзади. В слипере включилась обдув. То есть я его могу регулировать. Если вам слышно больше, меньше или абсолютно выключить. Вот так вот выглядит здесь панель. Ребят, мы сейчас сидим возле двигателя и вам должно быть слышно, как он работает. Поверьте, он работает тихо. Машина не нуждается в поднятии оборотов. Нужно залить омывайки. Вот так. Мы здесь, в принципе, имеем все на нашей панели. Давайте я выключу магнитофон, чтобы он не показывал. Мы можем посмотреть все, что хотим. Все абсолютно. Все выставляется, смотрится. То есть огромное. Я не буду рассказывать подробно сейчас о бортовом компьютере. Все это можно. Теперь посмотрите руль. Руль для трака. Это насколько он легко крутится, я вам не могу передать. То есть это ну просто прекрасно. Я не знаю, серьезно. Очень классно это ощущается. Огромный, намного больше выворот руля, тем в том же кенверте. И я имею в виду выворот. Машина более маневренная, что очень удобно. Давайте здесь посмотрим. Здесь стандартное у нас управление зеркалами, окнами, подогрев. Вот это вот такая штучечка маленькая, даже не знаю, как ее назвать. Это то, что у нас открывает, закрывает двери. Конечно же, это не в том же кенверте, обратно если ровня, где большая хромированная ручка, удобная такая. Зеркала, ребят, заслуживают отдельного внимания. Они огромны. Огромны. И в них прекрасно видно. Отличный обзор. Единственный их недостаток, любой дождь, они моментально заляпываются. Не продуманно. Спасают только зеркала на капоте, которые здесь также присутствуют. Они отлично расположены. Давайте поглядим с места водителя, какая витрина. Стекло огромное, цельное, без делителя. Прекрасно. Просто в этом плане все прекрасно сделано. В этой машине у меня уже есть припас, изи пас и сан пас. Ну, конечно же, видеорегистратор. Я, кстати, всем рекомендую обзавестись видеорегистратором, потому что, особенно тем, кто ездит на грузовике, потому что вы понимаете, что вы просто не можете где-то так же остановиться быстро, как легковая. И если она перед вами залезла, и вы дали по тормозам, даже, но не успели остановиться, вы сзади, понимаете, и докажите потом, что он перед вами залез. Регистратор я рекомендую вообще всем водителям на легковой, на грузовой, но на грузовой это прям необходимо. Это реально необходимо. Ссылочки вы можете найти под видео на покупку дешевых видеорегистраторов, и причем хороших, либо с Китая, либо в Украине с розетки UA. Итак, это у нас, чтобы проходить весовые, если дается вот так, вот так она работает, дается зеленый сигнал, проезжаете, это на оплату практически всех дорог подходит, это для Флориды. Здесь давайте просто, что мы видим с вами на панели, немножечко вернусь. Очень, очень скудненько, да, как сказать, но все самое необходимое, то есть у нас здесь турбонаддув, это показывает, сколько, здесь температура охлаждающей жидкости, здесь у нас температура масла, уровень ДИФ, Эдблю, в Европе, да, уровень топлива, понятно, это воздух в обоих в эйртанках этих, и здесь получается, это только у вас давление, когда вы нажимаете на тормоза, вам показывают, ну, соответственно, спидометр, основное в километрах, дополнительное в милях, я на этом траке стрелку ложу, без проблем, закрытый он на 124 километра в час, по факту где-то 124,9 стрелочка здесь, на круизе идет 120, ну, естественно, одометр. Это, естественно, ручник, да, трак и трейлер отдельно, здесь не буду больше вдаваться в подробности панели, все очень просто, очень обычно, хочу вам еще показать кое-что, что здесь в водительской доступности очень важно отметить, все здесь, это у нас engine brake, регулируется, здесь понятно управление у вас компьютерами, дворниками, здесь у вас круиз-контроль и повороты, ну, шикарно, эргономика классная, вы не отвлекаетесь вообще никуда, очень удобно, очень удобно. Давайте так, здесь у нас для курящих бонус, да, если кто курит, то будет, можно использовать пепельницу, здесь у нас тоже что-то можно положить, внизу еще полочка вот такая вот, и вверху их огромное количество, огромное количество здесь, здесь место для рации, в первом траке у меня нет рации, здесь выше, еще я вам сейчас покажу, здесь пока вспомнил боковой ветровичок, шикарно, шикарно, мелочь, а приятно. Вернемся наверх, наверху у нас, ребят, куча полочек, еще всевозможных, это я бы сказал, место для удара головой, уже два раза его пробовал, но сделан он специально мягенько, хотя думаю, можно было его сделать и здесь у нас полочки еще с обоих сторон, вот так, люк закрывается, для него у меня отдельная крышка есть, вот она, она на присоске, закрывается, ее положил, но сейчас, естественно, я все оставил открыто, чтобы вам показать. Итак, немножечко, да, как обещал, чтобы не затягивать, пробежался вам по коридору, прихожей, кабинету, давайте пойдем теперь, самое интересное, для многих, пойдем в гостиную и в спальню, я на этом траке съездил один рейс и не делал вам видео, потому что у меня, я вам сейчас покажу фотографию, у меня был огромный матрас, такой толстый, он был снизу, и я не мог пользоваться столом и всеми этими плюшками, что эта машина дает. Я приехал, сказал боссу, что мне нужно, мне в итоге купили абсолютно новый матрас, я его положил наверх, отдал старый и теперь с вами смотрим то, что получилось. Вот так вот получилось, вот такой вот у нас трак. Скажите, что это не квартира на колесах, место, это просто люди еще умудряются писать, что ой, да там сколько там он и громче, и амортизация, боже, это противно читать, посмотрите на вот этот автомобиль и кто-то рассказывает, что вот этот дом на колесах может быть хуже, чем какой-то евротрак. Чуть не забыл, перед тем, как идем дальше, я должен сказать, что сиденья, вы на них садитесь и они как будто бы под для вас созданы, это очень особо ощущается, когда вы с другой машины пересаживаетесь. Здесь, естественно, полки, полки, большие, это у меня больше хлам, разные запасные, то, что еда заканчивается, и стирка, и все такое, то есть полка реально большая. Идем дальше, здесь, это сейчас у нас крепление для телевизора, но оно же служит мне закрытием для безопасности, для микроволновки. Соответственно, ну, естественно, ничего, необычная микроволновка. Закрываем ее назад, вот она защелкивается. Да, здесь спокойно, телевизор, подвинена антенна, то есть можете смотреть телевизор. Розетка с нее выходит сюда. Розетка, ребят, вот здесь находится в шкафу, то есть очень даже удобно, сверху, вы видите, проходит кабель, еще одно место есть, еще одно дополнительно. Шкаф, давайте поглядим на его размеры. Посмотрите на шкаф, перед вами стоит запакованная сто одноразовых тарелок. И теперь посмотрите, сколько они занимают места в этом шкафу. То есть это огромный шкаф. Давайте сразу же посмотрим вторую сторону. Здесь у нас ничем не хуже шкаф, вот так вот он выглядит, сами убедитесь на его размеры. Это, это просто, ребят, это что-то огромное. Рюкзак с 17-дюймовым ноутбуком. И вот так он занимает здесь место всего да ничего. Зеркало, все как дома. Здесь у нас ящик, которым я не пользуюсь. Здесь у нас еще один ящик, больше такой у меня здесь кофеечек попить, все. Прежде чем идти дальше, я вам вставлю и вы посмотрите все-таки, как я делал обзоры, когда на те траки, на которые первый раз я попадал, или Рено, или Века, или Скани, или даже Кенвард. Я попробую найти это все и повырезать, показать вам, как я восторгался холодильником, который был в тех траках. Я говорил, что он большой, даже в евротраках. Я потом говорил здесь в американских, что здесь вот реально большой холодильник. Ребят, забудьте все. Только глупый человек не меняет свое мнение. Я всегда сравниваю с тем, что есть. Я сравниваю. Теперь посмотрите на этот холодильник. холодильник. Отличие от европятных. Здесь отдельно морозил. Здесь холодильник, чтобы тоже большой, но вот здесь подниматься, куда я ж пойму, что он демонстрирует. Выезжает. Вот этот же холодильник открывается. У нас первая холодильник. Открывается вторая. Он не то, чтобы большой, из-за того, что он высокий, очень удобно все поставить какие-то бутылки и сверху на них наложить. Вот это мясо, колбасы. Очень даже неплохо. Холодильник довольно-таки нормальный. Сейчас вот видим. Как вам тут показать, чтобы понять размер этого холодильника. Во-первых, с морозилком. А у меня в морозилке забили домашнее пейминь. Итак, давайте посмотрим. Вот это все донизу холодильник. Вот так. Я 400 километров от дома, поэтому у меня холодильник пустой, но, тем не менее, вы можете посмотреть на эти размеры. Вы вообще представляете, да, что это в евротраке. Да это как дома. Давайте посмотрим морозилку. Морозилку, чтобы все понимали стандартную, как бы ее размер. Вот осталась, была пачка масла, осталось пол пачки масла. Давайте посмотрим, если я вот так вот сделаю. Пол пачки масла, положу в угол. Вы понимаете, какой вообще размер этой самой морозилки? Сколько занимает пол пачки масла? Огромное. Дальше, посмотрите, посмотрите, куда рука уходит. Огромное место. Холодильник просто шикарный, морозит отлично. Закроем его. Он закрывается хорошо, но на всякий случай здесь есть такая штучка. Здесь у нас управление. Управление, в принципе, всем, чем хотите. Можно пользоваться будильником, музыкой, свет, вентилятор здесь. Все абсолютно. Это инвертор, включаем, выключаем. За это мелочь я даже не говорю, это никого не удивишь. Такое, да, чтобы включил и попользовался чем-то. Окна. Посмотрите, ребят, окна. Окна шикарные. Окна, вот это у нас откручивается. Вот вы слышите, сразу шумнее стало. Откручивается. И, естественно, опять же, сетка, никакая мошкара к вам не залетит. Света очень много. Я подключал все лампы. Теперь, наверное, самая гордость всей этой моей гостиной, или как ее назвать, посмотрите на этот стол. Ребят, вот тот телефон, который у меня, он 5,5 дюймовый. Поглядите, сколько он занимает места. Это просто ни о чем. Стол шикарный. Два кресла по бокам. На креслах спокойно сядет два человека. Посмотрите, если я вот сел под стеночку, здесь еще полноценное место остается для еще одного человека. С той стороны так же само. Причем, размеры стола позволяют спокойно сесть и покушать четверым людям. Я молчу за одного, я езжу один. Понимаете, это просто космос. Естественно, этот стол складывается. Этот стол складывается, и у нас получается снизу огромный диван. Хочу вам это продемонстрировать. Заняло у меня это примерно 15 секунд. Посмотрите теперь. Это, ну, это просто космос. На ширину, да? Подглядите его опять же. Вот вам телефон для сравнения. Посмотрите. Я думаю, все понимают, что диван просто огромный. Назад попробую сделать это при вас, чтобы вы увидели, сколько это занимает времени. очень неодобно одной рукой, но тем не менее. все. Все вернули назад. Вот так быстро и качественно. Идем дальше. У нас здесь есть вот эта штука, эта лестница. Машина очень высокая, ребят. Я ростом метр восемьдесят шесть. Посмотрите. На вытянутую руку я не достаю. Соответственно, кровать, посмотрите, она практически мне с головой. Вот это у нас называется лестница. Для нее здесь снизу есть специальный пазик. То есть, она никуда не денется. И здесь она закрепляется. То есть, вы не упадете, когда вам нужно залазить. Верхняя кровать уже, естественно, уже. Здесь тоже есть вентиляция. Вот этим регулируется. Верхняя спалка уже, но она при этом все равно примерно метр. Примерно метр шириной. И вот я вам сейчас покажу свой новый матрас. Просто как залезло далеко. Матрас не такой толстый, как был. Тот был в два раза толще, но он все равно очень классный, очень мягкий. Комфортно спать. Думаю, нужно заканчивать. И знаете, что я хотел сказать? Главное, наверное, что это не какой-то полный технический или обзор. Это обзор того, в каких условиях приходится работать. Что это за машина? Я рассматриваю сейчас все и рассказываю вам, как водитель, не как хозяин автомобиля. Я не знаю его плюсы, как для хозяина или минусы. Говорят, что она менее надежная. Вольво. Я вам говорю, как для водителя. Это шикарный автомобиль. Очень тихий, очень мягкий. Комфорт, вы судите сами. Это лучшая машина из траков, на которой я ездил по сей день. Я сто процентов могу сказать. Когда говорили, знаете, там удобное сидение, или вот Вольво, Вольво, я думаю, ну что, ну что от Вольво, ну вот Кенвард уже, который ездил, да, 680-й, ну он классный, что там Вольво может быть? Это небо и земля. И давайте так, сюда скорее всего досмотрели уже мои постоянные зрители, кто спросит, почему мне опять поменяли трак? Дело в том, что когда я у босса спросил опять, говорю, это что такое? Это мне на постоянку или нет? Он говорит, слушайте, когда давал красный, тот Кенвард спросил, хочешь ли Вольво, ты сказал, что, ну я ему ответил, why not? И все, он говорит, я подумал, что это значит хочешь, я вот тебе ее даю, это Вольво 2018 года, я говорю, хоть пробеги 300 тысяч, ну у нас стандартные, видно такие берет, он говорит, я подумал, что ты хочешь, значит, эту Вольво, хочу, но давайте, чтобы эта осталась моя, я после первого рейса приехал в Калифорнию, что я вам не снимал, я сразу говорю, все, я теперь только, только на Вольве на этой буду ездить, для водителя эта машина просто шикарная, для водителя я не могу придумать ничего лучше, 100%, из того, что я ездил, ребят, надеюсь, вам понравился такой обзорчик этого трака, если вам даже не понравился обзорчик, а понравился просто трак, поглядите на него, да, как он может не понравиться, это, я говорю, это реальный дом на колесах, понравился вам трак, или понравился вам обзор, или все вместе, нажимайте лайк, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, ребят, всем пока, удачи, до скорой встречи, субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok